Вечером не успел, а утром уже. Сегодня сделал то, к чему я пришел за все это время, обдумывание той статьи, которую я отдал, пришел к выводу следующему. Что, наверное, самое интересное, просто мне самому показалось, что это действительно любопытно, что просмотреть, собственно, всю историю формирования вот этой концепции, которая еще не оформлена до конца. Я могу сказать, что в конце там вообще я буду рассказывать о вещах, о которых сам еще не понимаю. Когда я просмотрел этапы того, как это развивалось, то оказалось, что прошло всего 6 лет. Это, в общем-то, срок, конечно, очень маленький. За эти 6 лет я сделал следующие этапы. Первый этап был связан с взаимодействием с Гридневым и Нериновским. Ну, Гриднев это был заведующий кафедрой ядерной физики в университете. Значит, этот этап заключался в том, что мы предложили концепцию фазовых переходов поле, вещество и обратно. Это, в общем-то, работа действительно оказалась достойной внимания, и в частности в интернете она озвучена была как «Профессор-безумец». Это обо мне. По поводу вот этой самой работы фазовых переходов поле, вещество. Я не буду рассказывать все это, потому что это очень много займет времени. Значит, после этого... Да, тут как раз начало, в общем-то, нормально все. Вот. Следующий этап был, то есть это первый этап. Он, ну, я считаю, что там основа была в том, что действительно всегда происходят переходы между веществом и полем. И это, соответственно, выражается либо в выделении энергии, либо, наоборот, в поглощении энергии, ну, в зависимости от того, какой переход происходит. И использовались работы уже некоторых экспериментаторов, которые просто приводили примеры таких вещей. Ну, дальше, после того, как был получен вот этот результат получен, я неожиданно обратил внимание на то, что, значит, очень много, оказывается, есть данных о супермалых частицах, о которых как-то, ну, так сказать... Ну, нейтрины, нейтрины, все, больше остальное не говорилось. Так вот, значит, ясно вполне, что первым, конечно, супермалые частицы обнаружили Лаплас, Лисаж и там остальные те, кто занимались гравитацией, гравитонами. Это была, соответственно, идея объединить все вместе, все супермалые в один класс. То есть, в принципе, они все соответствуют понятию нейтрина. После этого, значит, я обнаружил, то есть, получил работу Киргетова, в котором вот к этим же супермалым частицам отнесены были магноны. То есть, те частицы, которые окружают электрон при радиолокационном излучении. В свете вот этих уже, так сказать, представлений, я, значит, написал, ну, вместе с Гридневым, значит, такую немножечко фривольную, что ли, статью. Называется она «Тройка, семерка, туз». Ну, понятно, Пушкин. Значит, соответственно, вот рассмотрение, так сказать, внимательное рассмотрение этой идеи, которая была запущена Пушкиным, а вероятнее всего, кем-то еще более ранним подарено ему, ну, скажем так, нянечкой, например, вот, она заставила подумать о том, что же выражает вот это, вот это понятие, понятие эти «тройка, семерка, туз». Я, в общем-то, проанализировав это, пришел к выводу, что на самом деле это, так сказать, ну, в какой-то мере немножечко потайное, что ли, понятие о структуре материи. То есть, грубо говоря, тройка обозначает, значит, ну, объект маленький, точку, точный объект. Семерка обозначает, соответственно, объект, имеющий грани, то есть шесть грани, и седьмое, семерка, так сказать, седьмое число обозначает идентификацию, то есть установку, этот, вот этот объект не как-то хаотично находится в пространстве, а, соответственно, имеет определенное место. Вот. И, значит, следующее, туз. Ну, туз я очень долго думал. Во-первых, естественно, туз встречается первое, одно из первых понятий кварков было одно из, в частности, туз. Вот. Я подумал и решил, что вообще-то здесь, наверное, некая хитрость, заключающаяся в том, что на самом деле это не туз, а та величина, которая ему, ну, в картах, так сказать, противостоит. Это джокер. Вот. И джокер, то есть это то понятие, которое позволяет менять соответствующие, ну, размеры, скажем, значит, этого объекта. То есть, грубо говоря, мы уже таким образом вот с помощью этих трех цифр полностью можем описать структуру элемента материи в пространстве. После этого, ну, это так, можно назвать так, численная идентификация структуры. Следующий, в общем-то, я считаю этап четвертый, это уже 13-й год, 2013 примерно год, связан, значит, с тем, что мы начали контактировать активно с Гузевичем. В начале это было, значит, о времени, то есть понятие времени стали рассматривать. А затем, значит, я уже позже фактически, фактически, я пришел к мысли, что вообще-то то, чего для меня, например, непонятно было как-то раньше, а вот как раз Гузевичу я очень благодарен тем, что на самом деле геометрия играет чрезвычайную роль для понимания структуры материи. Вот. Ну, и дальше соответствующее было развитие в этом плане. Оно, я его туда перенес позже, но что-то, если оно долго, так сказать, во мне развивалось, и его уже вот сейчас, так сказать, к нему снова возвращаемся. Следующий этап был, это носитель энергии, о чем тут уже многие говорили, о том, что такое носитель энергии. Здесь вот предыдущие доклады. Вот. Ну, я хочу сказать, что, конечно, самое правильное, самое, мне кажется, мудрое представление, это Пифагора, это деление, в общем-то, энергии, фактически, понятия энергии на два понятия, хаос и порядок, тогда энергии слова не было. Вот. И затем, значит, дальнейшее развитие, которое наиболее хорошо и полно было отражено, мне кажется, в монографиях Шадрина. Это сгустки энергии, это некие образования, которые можно разделить на, то есть иметь три, значит, варианта. Радиальная, кольцевая и осцилляторы, или поступательно-вращательные движения. Вот это, значит, три сгустка таких вот энергий создают все остальные, все элементы энергии. Ну, и после этого, естественно, тем более, что с временем мы занимались в это время, с понятием, мы пришли к понятию, к тому, что синхронизм – это, конечно, самое важнейшее понятие в общем-то структуре, в понимании создания структуры материи. Ну, дальше ее определение и формирование и устойчивости. Это работы, начиная с Дебройля. Затем, вот я поставлю, так сказать, вторым здесь, значит, известного советского или российского физика Гореева, который, к сожалению, в результате своей, скажем, болезни психической, пьянства, погиб, то есть умер, но он создал очень много в плане понимания этого процесса синхронизации и, соответственно, связанного с этим явлением резонанса. Вот. То есть этим объясняется, естественно, вот этими. Этим явлением объясняется самоорганизация и устойчивость порядка. Надо сказать, что это есть и у известного немецкого ученого-физика понятие, только оно у него называется так «Порядок из порядка». Это Шреддингер. Вот. Вот, фактически, это этап пятый, который здесь другими немножечко тоже, так сказать, задевался. Шестой этап вроде кажется немножечко уходящий в сторону, но на самом деле тоже тесно связанный с, в общем-то, с этими всеми вещами, то есть с пониманием структуры материи, это холодно-ядерный синтез. Ну и в частности, я совершенно не буду говорить, тем более, что я и не занимался очень серьезно, вот тут немножечко, в частности, виноградовская работа, это холодно-ядерный синтез в биосфере. Ну, здесь, конечно, здесь мы пользовались, то есть я и Гузевич в какой-то мере, значит, в наших работах, работами Дубовика, ну и Дубовик, скажем так, Дубовика и Дубовик, это муж и жена, и Кривицкого. Мне, конечно, очень много принес пользы Кривицкий, хотя он и геолог, но именно он поставил вот вопрос о том, что на самом деле главным механизмом образования структур в космическом пространстве, ну в частности Земли, является именно холодно-ядерный синтез. То есть не так, как, а не шмидтовская, как известная теория. Ну и следующий этап, это уже вот возникший в последнее время, он, в общем-то, все время в голове вертелся, это градации материи, они все время вертелись, конечно, ясно, все мы знаем об этом, что ясно, масса, энергия кинетическая поступательная, затем перенос энергии, затем размеры, размеры вот этого объектов. И вот тут любопытная вещь. Ну, понятно вполне, что мы обратили внимание, на что как-то не всегда обращается внимание, это то, что вот этот размер почему-то вдруг неожиданно сказывается на таких явлениях, ну, фактически на свойствах вот этих элементов. То есть на электрическом заряде, на скорости движения, на колебаниях этих тел, микротел, да. И тут опять снова возникла вещь, которая удивляет. В общем-то, с одной стороны, мы увидели, что неожиданно какие-то объекты вдруг имеют заряды пропорциональные одной трети, что вообще совершенно не лезет ни в какие вроде ворота. Хотя, конечно, классики, там и все эти теоретики и физики говорят, что, мол, ну, это, в общем-то, способ, способ, так сказать, структурирования, что ли, материи. Но что это такое? Почему? Почему существует одна треть электрона и все, соответственно, пропорциональные одной трети заряды совершенно непонятно, казалось бы. Хотя совершенно очевидно, вот у меня-то это уже, скажем так, проглядывало в тройке-семерке туз. То есть, грубо говоря, очевидно, что на самом деле это связано с очень простым обстоятельством, с Декартом. То есть, с тем, что у нас пространство трехмерное. И понятно вполне, что именно только это качество пространства, я, конечно, повторяю, что, как говорится, тут пока нету теории такой вот, которая бы все это объясняла, тем более с формулами, тут совершенно непонятно пока. Но ясно вполне следующее, что очевидно, вот эта одна треть связана с тем, что у нас, значит, ортогональные плоскости пространства по-разному, соответственно, реагируют с сигналом, который идет от источника. То есть, они могут пропускать, а могут не пропускать. В какой-то мере это уже сказано, к сожалению, книга давно уже написана, то есть, вот, это у нас атом, частицы, ядро, значит, поле, там, Гриднев, Демиденко и Ивлев. Вот, ну, к сожалению, и Демиденко, и Гриднев умерли, причем умерли в тот момент, когда эта книга должна была отдаваться в печать. Вот, поэтому, может быть, одна из причин, что ее, вот, никак не, как говорится, не могут опубликовать. Мне даже говорили, может быть, не надо этого делать. Вот, так там, там есть идея Демиденко о том, как, соответственно, эти кварки реализуют, вот, заряжение конкретной частицы, ну, любого, там, электрона, или какой угодно, то есть, более сложной частицы. То есть, мы здесь вот пришли к понятию, что надо снова вернуться к тому, что в самом начале, я говорил о формах частиц. То есть, вот о том, почему у нас, мы говорили, тройка, семерка, туз, а один и два, почему-то, как говорится, были, не трогались никаким образом. Очень просто. Единичка – это нить, а, соответственно, плоскость – это двойка. Вот, эти цифры уже полностью, то есть, у нас еще и один-два, говорят о других. То есть, значит, вот, тройка, семерка, туз – это совершенно четко, конкретные частицы, обладающие всеми свойствами вещества частиц. А действительно, ни нить, ни, соответственно, ни плоскость, они не имеют права называться дисперсными частицами, диспергированными частицами, как угодно. То есть, я-то аэрозорчик, поэтому я этого слова употреблял всегда. Вот. То есть, значит, они как бы выпадают. А это значит, что? Это значит, что у нас мы должны соответственно эти две формы отнести к новым классам, к классам, то есть, отдельным. Они не совпадают полностью, ну, поскольку ясно вполне, даже дальше, я уж, как говорится, фантазию разовью, дальше все понятно. А эти, эти, если их тоже можно назвать частицы, но не трехмерные, одномерные и двухмерные, они могут существовать, то есть, они не могут, они существуют, они существуют в эфире постоянно. И это и есть то самое, о чем все время, чего, в общем-то, пугает, скажем, или наоборот, может, радует физиков, теоретиков. Это вот и есть вещество бульона эфира. Это то, откуда возникают то есть, грубо говоря, ведь очень просто. Достаточно укоротить ленту, да, или нить, мы сразу получаем частицу, диспергированную. То есть, она вот таким образом, а это, очевидно, вполне вероятно, в этом бульоне, в этом постоянном эфире, там вполне возможно, соответственно, изменение, то есть, возникновение, это и есть процесс возникновения частицы, вот этой частицы, которую, вот, смотрите, забыл слово, ну, самое обычное, слово-то простое, вот, то есть, те частицы, которые возникают, а затем исчезают. Что? Виртуальные. Виртуальные, частицы, это и есть те частицы, которые возникают в результате деформации нити и плоскости. Ну, вот, тогда становится понятно, и это тоже объяснимо, то есть, я не претендую на общее, на все объяснение, но, по крайней мере, вот это совершенно, мне кажется, очень удачная, так сказать, идея. Вот. Ну, и она чисто, как говорится, чисто моя. Далее, наверное, надо было бы, конечно, и это есть здесь в статье, я уже буду ее читать, в конце ее, сказано о том, что, вообще-то говоря, все, о чем мы сейчас говорили, это фактически электромагнитная теория структуры материи. Но почему? Почему только электромагнитная? Наверное, и, в общем-то, я это утверждаю, что на самом деле, очевидно, есть концепции, или, скажем, структур, которые могут быть названы по-другому. Вот. Хотя здесь опять тоже не все как следует укладывается еще у меня. Ну, в частности, гравитационная. В общем-то, гравитационная, вероятнее всего, конечно, все-таки является частью электромагнитной. Просто-напросто диапазоны у гравитации, гравитационных волн, скажем, у всех характеристик, совсем другие, чем у электромагнитных. и в свете этого, значит, очевидно, ну, скажем так, слабее. Гравитационная, в общем-то, энергия, энергия гравитационного поля намного слабее. Поэтому, вероятно, она, так сказать, ну, просто-напросто на современном этапе, наверное, не влияет существенно на все те построения, на все те математические выкладки, которые делаются, ну, и сравнение с экспериментом, которые делаются. Вот, но, вероятно, при, так сказать, повышении большей точности, наверное, это может проявиться тоже. Вот. Ну, это одна. Там, правда, была у меня гипотеза такая, я ее как-то выкинул, а потом дальше не обращался снова, что, вообще-то говоря, в этом плане, вероятно, если это так, то просто-напросто соответственно, значит, EH и, соответственно, G перпендикулярны им. То есть, это третье направление. То есть, вот эти три орта, значит, третий орт оказывается, ну, то есть, он совпадает, правда, со скоростью света, но это тоже вроде бы похоже, что это действительно очень правдоподобно, почему бы им не совпадать. Вот. То есть, грубо говоря, возможно, нужно именно, нужно в дальнейшем строить теорию из трех орт, третьей которой является гравитация, гравитационное поле. Вот. Но я повторяю, поскольку оно значительно слабее, то оно, возможно, именно в этом и вся загвоздка. Ну, и, конечно, последнее ясно вполне совершенно, что возникает сразу же тоже, все мы много читали и слышали о, соответственно, звуковых полях, да, звуковых, ну, акустических, как угодно. Вот здесь кажется на самом деле бескрайний объем будущих работ исследований, потому что я, честно говоря, не вижу принципиально, так сказать, ну, масштабе, масштабе разницы между вот этим полем, которое, назвал я, скажем, акустическое или звуковое, это подтверждает следующее обстоятельство. Во-первых, оно другое немножко, оно по-другому совсем себя ведет, чем электромагнитное, да, вот, оно продольное. Вот. И, значит, что еще там любопытно? Там любопытно возникает, значит, следующее обстоятельство, что, вообще говоря, может быть, ну, во-первых, это связано, очевидно, с торсионным полем, то есть, вероятнее всего, торсионное поле и акустическое, это, возможно, разные формы одного этого же поля. И еще, совсем относительно недавно, один наш русский филолог, так сказать, непризнанный тоже во многом, Башкевич, опубликовал работы, в которых совершенно четко утверждает чрезвычайные, ну, я бы сказал, гениальные вещи, что фактически, значит, звук, ну, то есть, звук или, вот, ну, да, в общем, звук, так назовем, вот, он обладает, тоже обладает всеми, ну, во-первых, тоже материалистическими представлениями, и больше того, он оказывается не просто так, а в частности, например, в это, в языке, он просто раскладывается, раскладывается больше того, там получилось точно так же восемь групп, и каждая группа, соответственно, имеет подгруппы, в которые, в которые укладываются все языки, больше того, это уже вообще, ну, я думаю, что многие уже это знают об этом, что утверждается совершенно, что аналогия, соответственно, водороду, в этой таблице, которая создана Вашкевичем, аналогия водороду, это русский язык, а аналогия гелию, это арабский язык, то есть, самый свободный, самый вольный, то есть, ну, страшно похоже, действительно, на свойства водорода, русский язык, и самый, как говорится, консервативный, арабский, это тоже известно все, но больше того, дальше он просто показывает, что переходы там все между этими языками, оказывается, совершенно, как говорится, легко проделываются, то есть, это действительно открытие, пока еще, ну, не, как говорится, не признанное, но я думаю, что это тоже относится к выдающимся достижениям, и, наверное, об этом стоит думать. И последний, восьмой этап, это кризис в отношениях между понятиями физики и математики, связанный, в частности, с тем, что я уже говорил, что вообще говоря, два, два понятия, ноль и бесконечность, в физике и в математике, они не совпадают, невозможно, то есть, во всяком случае, совершенно ясно, что бесконечность уж точно, да и ноль тоже, то есть, они, значит, если с нулем легче, наверное, будет, то есть, какую-то сделать поправку, ну, просто-напросто есть эти дифференциалы, вот, то, конечно, бесконечность здесь сложнее, но, во всяком случае, ясно, что это тоже требует, в общем, большого внимания, то есть, нужно все это доработки делать. Вот я все это, в общем-то, изложил очень кратко, если бы я стал в это показывать, то это было намного больше бы заняло времени, но все могут прочитать и эту статью, и, может, и та, которая опубликована, вот, ну, во всяком случае, как видите, я здесь привел вещи, которые, в общем-то, говорят о том, что у нас есть еще над чем поработать. Да? Ну, теперь он был шест. Да. Скажите, пожалуйста, вы говорили про лингвиста. Что? Когда вы говорили о музыке, вы говорили про некого лингвиста. Да? Да. Как по его мнению? Вашкевич, Николай Иванович, по-моему, это действительно, я лично с ним знаком, у меня есть даже подаренные книги, он, это действительно гений. Вы представляете, как, то есть, это, ну, это безумец тоже. Разумец. Потому что, вы понимаете, значит, ввести совершенно четко, значит, таблица Вашкевича, полная аналогия таблицы, соответственно, нервная аналогия. То есть, всякообщающая. Еще? Да. Скажите, пожалуйста, вы проводили некоторые аналогии между гравитационным и электромагнитным полями. Я правильно, я понимаю? Нет, я не приводил аналогии. Я приводил, я гипотезу приводил. Я считаю, что, очевидно, гравитационное поле это тоже электромагнитное поле. Если Ваше предположение не имеет смысл, то, по Вашему мнению, почему не удается соединить электромагнитное и гравитационное единое поле, по-моему, единое поле. Понятно. Ну, во-первых, по той же причине, как мы все время, как говорится, мучились с полем и веществом. Диапазоны страшно громадные и диапазон а качественное отличие только в расстоянии? Ну, нет, и потом они же там немножечко другие, продольные, главное. А в принципе, да. То есть, гравитационное, по-вашему, это продольное электромагнитное поле? Да, да, да. А почему же тогда все-таки ну, очень слабенькое. Она в десятки тысяч раз слабее электромагнитное. Десять, четырнадцать. Да. Сорокого. Ну, давай теперь. Зубровский Петр Иванович, Лев Семенович, а вот что такое нечто? Что такое нечто? Которое вы упоминали. Вот у вас написано. Что такое материя? Я вообще думаю, сейчас будет замечательное какое-то определение, и уже материя есть нечто. Да. Что такое нечто? Значит, замечательного определения не будет. Замечательное определение по этому поводу уже давались вот и именно древними товарищами. в частности, это нужно у Аристотеля посмотреть. Там у Аристотеля совершенно четко есть нечто. Да. И ну, давайте я так сказать, если хотите, там дальше объясню. Значит, дело в том, что Аристотель просто великолепно сказал, он сказал, что что-то должно быть, и если ничего нету, то ничего и не будет. Вот это что-то, это и есть материя. Да, причем она просто... То есть, на самом деле, как бы нормального ответа достойности человека нет. Следующий вопрос. Что такое энергетическая устойчивость материи? Это значит ее существование в конечных временах. Еще раз не понял. То есть, это значит, что материя устойчива, если она может существовать, не изменяясь в течение конечного времени. Я так понимаю, структурная устойчивость. Структурная, да. А энергетическая? А, энергетическая. Ну, сейчас я сразу, пожалуй, не смогу одеться. А, ладно, хорошо. Нет, но... Вопросик когда еще один. вот там есть такое замечательное слово, дискретное пространство. Другими словами, это эфир? Объединяет материю, является основой и причиной ее... Я все об этом, обо всем я не рассказывал, потому что это у меня, во-первых, есть и в статьях, и во-вторых, это, в общем, очень долго рассказывать, но, в принципе, я могу сказать следующее, что для дискретности важно, границы. Обязательно существование, я ничего не говорил здесь, но это чрезвычайно важное обстоятельство. То есть, почему-то тоже очень мало об этом говорят обычно, но именно существование границ, это есть условие в общем-то всего дальнейшего и развития, и эволюции любых систем. Дискретное пространство, как я понимаю, это значит подразумевает дискретность каких-то элементов. Да. То есть, на самом деле, уже говоря, когда просто говорим про пространство, это мы говорим как какую-то философскую категорию, которая вот имеет как бы три этих самых основных параметра, длину, даже не длину, а три этих самых перпендикулярно направленных друг к другу оси. Трехмерность. Трехмерность. А когда мы говорим про дискретность пространства, то есть мы подразумеваем, что в этом пространстве находятся какие-то дискретные элементы. нет. А ну это дискретно. Да, оно само. Тут тоже есть о чем думать, и я в общем-то об этом как раз это именно границы, вот думать о границах почему и каким образом значит, в общем, все непрерывно, пространство, все это. синусон, это непрерывно и дискретно одновременно. Синус, это дискретно. У меня такой вопрос, я все его задаю, пространство и время, это материя или нет? а, ну я вообще говоря, считаю, что это материя. Это материя, больше того, ее, это мое представление, ее представление, это плоскость. Я тут, я очень... Плоскость из чего? Плоскость из чего? Пространство что, плоское? Это граница, это граница между двумя пространствами. Это материя, она плоская, что ли? Пространство плоское, по-вашему, а не трехмерное? А, ну... Не, вы же не плоскость, а пространство трехмерное, перед этим говорили. Так, я не понял, а почему в трехмерном пространстве не могут быть плоскости? Нет, вы говорили, что виртуальные частицы проявляются в плоскостях. Что является виртуальной частицей плоскостью, ваше представление? Вы знаете, я, честно говоря, у меня сильная грамма. Виртуальные частицы не те, которые возникают и исчезают, а те частицы, которые мы представляем для того, чтобы объяснить какие-то явления. Их вообще нет. Нет, не правда, я настаиваю на том, а термин такой. Ну, термин, вы поймите, следующее, на которой не существует, терминов у нас много. некого объекта для своих размышлений. А потом, вы думали, что есть 34-35 секунды, вот. Это самая мерация. Что? Она имеет давние истории, что действительно существует частица с очень малой времени. гипотеза. Ну, вот я и предложил это, соответственно, вариант, гипотезу, как, именно, связанную с тем, что у нас есть переход между двумерными и одномерными частицами, если частицами это назвать, ну, назовем условно, и трехмерные. Вот и все. Продолжение следует...